За свою длительную карьеру дипломата новый генеральный консул ФРГ в Донецке Детлев Вольтер успел побывать во многих странах. Он работал в Москве, Нью-Йорке, Замбии, Саудовской Аравии, представлял Германию в структурах Евросоюза и ООН. На посту генконсула он сменил Клауса Циликенса, чья каденция закончилась в августе этого года. Председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий надеется на плодотворное сотрудничество с новым представителем Германии в регионе. Я думаю, что мы вместе с вами сделаем очень много добрых дел, продолжим начатые проекты и начнем новые, какие-то завершим, какие-то передадим нашим последователям. Андрей Шишацкий также отметил, что отношения с Германией имеют большое значение для Донецкой области, поскольку ФРГ в данный момент является лидирующей страной в Европе, как в экономическом, так и в политическом плане. Очень важное отношение между нашими странами для нас. Германия является локомотивом европейской экономики, наверное, наиболее успешным экспортером и важным партнером торговым для Донецкой области и для Украины, конечно, в целом. Я думаю, что первое наше знакомство, оно перейдет в постоянную дружбу, постоянное общение, в том числе и на просмотре Вагнера. Губернатор выразил надежду на развитие отношений в самых разных областях, в том числе и в спортивной. Консул отметил, что пока он работает в Украине, собирается болеть за шахтер. В свою очередь генеральный консул ФРГ отметил, что развитие отношений между Германией и Украиной важно не только для обеих стран, но и для всей Европы. Я думаю, что Донецк и область сейчас в очень динамичном развитии. И для меня большая шесть быть здесь генеральным консулом Германии. Как вы сказали, отношения между нашими странами очень важны для Европы, важны для наших народов. И я уверен, как вы сказали, что есть большой потенциал развития. Постановка оперы Вагнера в Донецке – важная веха в развитии отношений. Впрочем, новый консул надеется на расширение контактов во всех сферах жизнедеятельности, а не только в культуре. Я вижу, как вы по минимуму три направления этого развития. Первое – это общественные связи. Я очень рад, что такие отношения между нашими зрителями уже 20 лет или даже больше. И они на всех областях – в экономике и в спорте, конечно, и в культуре. И мы очень рады, что Донбасс Донецкого опера сейчас будет сделан в турне во всей Украине, в том числе в Киеве будет с опера Вагнера. И это для нас большая честь, что такое глубокое культурное отношение уже составилось между нашими регионами. Одним из важных направлений сотрудничества Германии и Донецкой области является энергетика. Причем наиболее интересен опыт западных партнеров в использовании альтернативных источников энергии. Я думаю, что в области, где мы уже начали проекты, именно в энергетике. Как вы сказали господин губернатор, Германия, да, экономического и локомотива, и Германия успела, по-моему, вместе с экономикой и экологией. И у меня такие намерения, что надо развивать в этом области сотрудничество для блага наших народов. Детлев Вольтер предложил председателю облгосадминистрации организовать в Донецке выставку энергосберегающих и альтернативных технологий из Германии. У нас есть такая выставка над этими энергиями. И по-русски тоже эта выставка. И я в вашем согласии, господин губернатор, хотел бы предлагать, что через год, через какой-то форум мы можем поставить эту выставку здесь, в Донецке и в Донбассе. В свою очередь, донецкий губернатор пригласил немецких коллег принять участие в шестом международном инвестиционном саммите, который будет проходить в Донецке в середине октября. Сергей Болдрев, Первый муниципальный.